Здравствуйте, с вами портал Экзагет.ру и священник Александр Сатомский. Сегодня Церковь в качестве воскресного евангельского чтения предлагает нам фрагмент 22 главы Евангелия от Матфея, стихи 1 по 14. Это повествование о брачном пире, одна из притч христовых. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал, «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир и не хотели прийти». Важно, что в материале притч Христос регулярно обращается, с одной стороны, к предельно бытовым темам, говоря о том, каким может быть царство, как мы можем его понять, как оно может быть воспринято нами, а с другой стороны, к темам предельно высоким. Мы можем обратить внимание, что такого рода традиция присутствует в ветхозаветных текстах, когда какие-то предельно высокие категории соотносятся с максимально возможным из нашего здешнего опыта. Ну, например, собственно, в ветхозаветных текстах Бог принципиально преподносится как царь над царями, как царь царей и господь господствующих, владыковладеющих. То есть, собственно, на реалии отношения его с миром или на реалии так называемой вот этой вот сферы небесной переносится опыт здешнего царского дворца и всего, что с ним связано. Это приводит к разного рода итогам, поэтому нам всегда нужно иметь это в виду, когда мы, например, обращаемся к ветхозаветному тексту. Но и здесь подобный же прием, Христос использует. Он говорит о наступлении царства Бога как о брачном пире, который, собственно, устраивает царь своему сыну. Традиционно мы привыкли говорить о том, что, конечно, здесь под царем мы имеем в виду Бога Отца, под сыном, собственно, Слово Божие, воплощенное в Христе Иисусе. Но тоже нужно иметь в виду, что в самом прямом контексте, например, тот же самый Ветхий Завет, да, а, собственно, опять же, да, из него же черпает Христос свои образы, говорит о отце и сыне как о Боге и его избранной общине, о том народе, с которым он заключил уникальное отношение завета договора. И, собственно, брак его сына – это и есть вечная радость царствования вот этого народа завета. Но при всем при том, здесь мы увидим, что эта параллель, возможно, не сработает абсолютно полностью. Почему? Увидим далее по тексту. «И послал рабов своих звать званных на брачный пир и не хотели прийти». Вот тот самый фрагмент, который уже ставит такого рода трактовку под вопрос. Потому что званные в данном контексте – это, как минимум, та же самая часть этого народа, о котором идет речь. То есть те, кто приняли отношения завета, те, кто всецело на Синае с Моисеем, потом на горах Гевал и Горизим с Иисусом Новином, а потом во всей долгой израильской истории, в общем-то, обещали быть верными Богу. То есть те люди, которые сознательно соблюли заповеди закона и, в общем-то, первыми и должны войти в эту радость царства. И странная вещь – они званны на этот пир, знают о своем призвании, но к моменту наступления на него не приходят. «Опять послал других рабов, сказав, скажите званным, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Своеобразная деталь с точки зрения нашей культуры, она звучит как-то странно, когда есть некое абстрактное понимание о грядущем пире, и вдруг он сваливается на приглашенных, как снег на голову. С точки зрения ряда культурно-исторических комментариев к Новому Завету, в принципе, это приемлемая ситуация для ближневосточной культуры. Люди были приглашены на празднство в принципе, но к моменту, когда его даты и время однозначно определялись, тогда их приглашали уже непосредственно к этим датам и к этому времени. То есть изнутри культуры это, в принципе, выглядит достаточно адекватно и приемлемо. Интересно, что здесь присутствуют фигуры призывающих, тех, кто в некотором смысле является посредником между царем-устроителем пира и приглашенными. С точки зрения абсолютного большинства комментаторов, под этими фигурами мы видим, конечно, собственно, пророков, тех людей божьих, которые весть от бога царя как раз к его народу приносили. При этом, опять же, и на примере других притч христовых, да и вообще на примере ветхозаветного корпуса, мы видим, что, как правило, в абсолютном большинстве случаев участь их была крайне незавидна. То есть когда-то потом они становились нормативными фигурами в религиозной жизни Израиля, их раки красились, их память почиталась, но в момент проповеди, как правило, в абсолютном большинстве они не были ни приняты, ни услышаны, а многие, собственно, и погибли от насильственной смерти. Но они пренебрегши то пошли, кто на поле свое, кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Вот здесь как раз прямая отсылка к пророческой истории, что с одной стороны, есть те, кто, ну скажем так, как-то инертно не принимают это слово, то есть они просто делают вид, что оно не звучало для них, они занимаются обыденными делами. А есть те, кто активно не принимают это слово и активно противоборствуют ему. Здесь как раз, да, Христос обращается вот к этому примеру убиенных пророков. Услышав о сём, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжёг город их. А вот в этом фрагменте нам нужно поиметь в виду, скажем так, его обращенность ретроспективную и перспективную. Ретроспективно получается, что Христос обращается здесь к предыдущему опыту Израиля, к опыту несостоявшейся сначала теократии, да, периода, когда Израиль поселился в Палестине, управлялся судьями, но при всём при этом не смог удержаться в этой форме правления, регулярно скатываясь в анархию, в политеизм, да, и в итоге истребовав себе царя. Но израильская монархия, как мы знаем, также, к сожалению, не состоялась. И всё это закончилось сначала разделением единого царства на два, а впоследствии уничтожением сначала крупного северного царства, потом более мелкого южного царства, да, с которым проект израильской государственности, по факту оказался закрыт. Более того, это предварялось как раз очень активной проповедью пророков, многие из которых, опять же, да, и пострадали насильственной смертью. Разгневанный царь в таком случае — это бог-ревнитель, который, важная деталь, да, осуществляет не месть, да, но в каком-то плане оставляет народ предельно ходить путями не своего Божьего, а их народного промысла. Как потом скажет об этом, собственно, в Евангелии Христос. «Вот, оставляется вам дом ваш пуст». То есть отныне не Бог хозяин в нём, а вы его хозяева. Как в этом случае, в плане истории Израиля, дело закончилось разрушением Иерусалима, крахом государственности, уничтожением храма, так и в перспективном плане, к сожалению, в этой притче Христос говорит о том, что будет ожидать Израиль в крайне короткий промежуток времени. Если мы говорим о том, что проповедь Христова происходит примерно в 30-х годах, да, первого века, то уже в 70-м году римские войска не оставят от Иерусалима камня на камне. А через также достаточно небольшой промежуток времени, да, ещё через 70 лет, в 140-х годах, собственно, весь народ иудейский будет отправлен в Галут, будет отправлен в рассеяние, да, у него не останется не только города, но и вообще родины. Произойдёт это по тем же самым причинам, о которых Христос здесь говорит притчево, а в ряде мест говорит совершенно не обинуясь. Когда он, например, видит Иерусалим, да, незадолго до своих страданий, и плача о нём говорит, и Иерусалим, и Иерусалим, побивающий камнями посланных к тебе. Сколько раз я хотел собрать вас, как собирает насетка птенцов своих под крылья свои, и вот вы не захотели. Ну и, соответственно, да, фраза заканчивается той, которую мы уже цитировали. Вот, оставляется вам дом ваш пуст. Тогда, говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, поедите на распутье, и всех, кого найдёте, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Опять же, не в притчах, а совершенно открыто в учительстве сначала Ветхого Завета, а потом, в однозначном учительстве Христа в Завете Новом, говорится о том, что все народы земли возлягут вместе с Авраамом, Исааком и Иаковом на вечном пиру царства. Об этом, собственно, здесь также и идёт речь. Более того, это вопрос не только про другие народы. В начале мы говорили о том, что званными являются люди, ну, скажем так, с активной религиозной позицией. То есть те, которые пытаются вести праведный образ жизни, ну и, в общем-то, видят за собой, кроме всего прочего, определённые в этом успехи. То есть это и вожди народа Израиля, садукеи, фарисеи, да, просто те люди, которые напрямую отождествили свою жизнь с законом и с соблюдением заповедей, и которым первым уготовано это место. И оказывается, что теперь их места, не занятые ими, займут другие люди. Займут не просто представители ещё и каких-то других народов, а и этого же народа, но которые никогда ни при каких условиях не видели для себя даже шанса на то, чтобы занять подобного рода место. «Мытари и блудницы предваряют вас в Царстве Небесном», скажет Христос ряду из своих слушателей. И одной из главных претензий, которая будет обращена к Христу как к учителю закона от вот именно таких профессионально-религиозных людей, будет претензия о том, что он друг мытарей и грешников. Как можно? Так не может быть. Бог не может принять их в своё общение и в своё царство. Здесь очень хорошая ремарка по этому поводу слышна в одной из строк великого покаянного канона. Когда преподобный Андрей Критский обращается к своей собственной душе, он говорит «Смотри, душа моя, предваряют тебя мытари и прелюбодеи, кающиеся». Вот здесь ключ ко всему повествованию в кающихся. Вопрос не в том, кем был человек до вести о Царстве, а кем он стал в свете этой вести. Пример того же самого апостола Матфея, от мытарей, вошедшего, собственно, до авторства Евангелия и до ближайшего круга учеников Христовых. Яркое тому доказательство. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему, друг, как ты вошёл сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда царь сказал слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Это своеобразное окончание притчи, которая, казалось бы, очень линейно до этого развивалась. Вот у нас есть изначально призванные, вот они отказались, да, кто-то отказался активно, да, и противоборствовал посланным, да, они были наказаны, да, вот собрались представители, да, скажем так, низких слоёв израильского общества, вот представители народов земли, и, казалось бы, всё, и пир начался, и все должны быть рады и счастливы. Но, оказывается, есть какая-то ещё градация и внутри этого пира. Не погружаясь даже в данном случае конкретно в культурно-исторический контекст, да, о каких брачных одеждах идёт речь, почему другие были в этих одеждах, почему данный пришедший оказался вне их. Мне кажется, имеет смысл скорее обратиться к отеческому комментарию, который предлагает Блаженный Августин по этому поводу. Он говорит, заметьте на примере данного текста, «Все добрые в царстве, но не все злые лишены его». Парадоксальная вещь. Она, как минимум, является поводом к тому, чтобы нам системно над этим подумать. Что хочет сказать Святой Отец? Он говорит, не удивляйтесь, когда и внутри пира царства вы увидите как злых, так и добрых, имея в виду собрание церкви. Ведь, собственно, уже в нём, в реальности бытия церкви, сияет с одной стороны свет вот этого царства Бога, которое уже внутри вас есть, да, то есть здесь и сейчас, по слову Евангелия Теанна, реализуется в мире, да, то есть в церкви уже действует Святой Дух, и творение, которое должно быть преображено в эсхатологической перспективе, да, как бы в момент второго славного пришествия Господня, преображается, да, как вот семена, посеянные в землю, начинающие всходить, уже сейчас, внутри конкретной истории бытия мира, на примере истории церкви. Но при всём при том, да, мы видим, что этот процесс также неоднозначен, что Богом призваны очень разные, и, соответственно, момент вот этого вопроса к возлежащему, это в некотором смысле, в плане такой моральной перспективы, момент вопроса к каждому из нас. Я уже призван в это царство. Но это не значит, что на этом вся история счастливо завершилась. Дальше вполне возможен вопрос о том, как ты попал на эту вечерю, и почему ты не в брачной одежде. И вопрос этот возможен на любом временном этапе. Поэтому финал, скажем так, очень условно в данном случае может быть назван благим для этого конкретного человека, который оказывается во внешней тьме. Заметьте, также Бог не уродует своё творение, не подвергает его мукам. Он просто оставляет его в данном случае вне общения. Но это вне, это безусловное страдание. То есть Бог не активно осуществляет это, но соглашается с человеческой волей, что если даже придя ты не хочешь соучаствовать, ты можешь не соучаствовать. Отсюда на самом деле сложный вывод про то, что с одной стороны, да, внутри бытия церкви мы видим и злых, и добрых. Это не должно нас ни смутить, ни искусить. Мы понимаем, что к каждому ещё в своё время будет обращён этот вопрос. И те, кого мы сейчас осмысляем, как злых и худших членов церкви, вполне возможно, в моменте времени воссияют в безусловной праведности значительно больше, чем та, которую мы пытаемся увидеть за собой. А с другой стороны, говоря о этой внешней тьме, мы понимаем, что выбор, осуществляемый в любой момент времени, всегда у нас остаётся. И важно до наступления вот этого эсхатологического момента, до постановки вот этой конечной точки в истории творения, этот выбор осуществить правильно. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!